Всем привет! Вы на канале Тихая Охота. Сегодня я подготовил для вас подборку зимних грибов. Топ 5 зимних грибов. Грибы, которые могут расти в зимние оттепели. И именно те грибы, у которых не будет никаких условностей, то есть абсолютно съедобные. Для начала я конечно хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом. Близится опять зимняя оттепель у нас. У кого-то зимы еще до сих пор не было, а у кого-то стоят трескучие морозы. У всех по-разному. Итак, поехали! Первый гриб, конечно же, все, я думаю, знают. Его продают чуть ли не в каждом продуктовом магазине сейчас. Это вешенка устричная или вешенка обыкновенная. Оттенков этот гриб может принимать от светло-серых до темно-коричневых или темно-серых. Или даже голубоватого оттенка. Но это, в общем-то, тот гриб, который как раз называют вешенкой голубиной. У них даже названия разные на латыни. То есть, Pleurotus striatus и Pleurotus columbinus. Но между ними различия практически отсутствуют. Всего лишь только в оттенках шляпки. Ни по вкусу, ни по запаху различий как бы никаких не будет. Абсолютно практически идентичные грибы. И я даже не знаю, как их различать. Потому что вешенка устричная. Она может принимать оттенки, близкие к вешенке голубиной. На каких деревьях можно найти вешенку? Ведь это древесный гриб. Чаще всего мне вешенка попадается на ивовых деревьях, ивовых породах. Также тополь, береза, клён. Только собранные молодые вешенки можно готовить без предварительного отваривания. Можно сразу нарезать их в суп или жарить. Но не забываем, если вы собрали грибы, их нужно переработать прямо в этот же день. Нельзя, чтобы грибы лежали очень долго. Любой гриб, пролежав очень долго, особенно в тепле, может стать несъедобным и даже ядовитым. Также при сборе вешенки нужно внимательно осматривать грибы. Потому что вешенку очень любят есть мыши. А мыши, как мы знаем, переносчики различных инфекционных опасных заболеваний. На втором месте фламмулина эластика. Фламмулина эластика это вид зимнего опенка. Растет этот гриб на древесине ивовых пород деревьев. Верба, ива и другие различные породы. Этот гриб от других видов зимних опят, в частности от фламмулины велютипис, можно отличить тем, что у него ножка не чернеет под самую шляпку. То есть всегда примерно остается хотя бы около сантиметра, ну или около того, светлой части ножки. Фламмулина эластика имеет цвет шляпки от светло-желтого до рыжеватого оттенка. Ножка у фламмулина эластика полая, как и у всех остальных фламмулин. Также этот гриб более мощный, чем та же бархатистоножковая фламмулина. И гриб этот также съедобный и его можно есть без предварительного отваривания. Иногда в дождливую пасмурную осень фламмулину эластика можно встретить одновременно с осенним опенком. Я этот гриб собирал одновременно с осенним опенком, а именно вид толстоногий опенок и фламмулину эластика одновременно и мариновал в баночках. Потому что как раз в это время заканчивает плодоносить осенний опенок и начинает плодоносить фламмулина эластика. Когда есть зимний оттепель, фламмулина эластика можно встретить всю зиму, до самой весны и даже в марте гриб очень приятный на вкус и запах. Фламмулина эластика во время мороза либо засухи может как бы впасть в спячку, а затем, когда наступает подходящая погода, идти дальше в рост. Фламмулина эластика на ощупь очень такой эластичный и упругий гриб. На третьем месте фламмулина бархатистоножковая или фламмулина велютипес. Фламмулина велютипес также может расти на различных породах ивовых деревьев, но кроме них он может встретиться и на других породах лиственных деревьев, например на клёне и берёзе. Также нередко фламмулина велютипес попадается на ольхе и я даже встречал её на лугах, она паразитировала на различных корнях крупных растений. До вида мне определить эти растения не удалось и на лугах в общем-то растёт очень много крупных растений с мощными корневищами. Также я его встречал на различных кустарниках. Фламмулина бархатистоножковая начинает плодоносить немножко позже, чем фламмулина эластика, которая очень редко бывает крупных размеров. Её ножка бархатистая под самую шляпку. У молодых грибов ножка светлая и постепенно начинает буреть. Та часть ножки, которая ещё светлая, она всегда съедобна. Фламмулина велютипес имеет цвет шляпки от светло-жёлтого до рыжего цвета. Фламмулина велютипес может выдерживать морозы и затем, когда наступает тот тепель, снова идти в рост. В мире насчитываются фламмулины около десятка видов. У нас в России можно встретить также фламмулину фена, у которой очень светлая шляпка, а также фламмулина популикола. Эти два вида фламмулина растут в основном на тополях и осинах. Также есть различные виды типа фламмулина финляндик или фламмулина мексикана, которая растёт в Мексике на вулканах, на определённых породах деревьев, на больших высотах, который считается очень редким. Не все из этих фламмулин растут зимой, поэтому не все из них можно назвать зимним опёнком. На четвёртом месте гриб аурикулярия уховидная. Чёрный древесный гриб муэр, либо хэй муэр, кикураги по-японски, либо ещё одно её название – это гриб иудина уха. Гриб имеет тёмно-коричневый цвет по форме, напоминающий ухо, а по вкусу – хрящ. Гриб этот безвкусный и не имеет практически никакого запаха. Гриб абсолютно съедобен, его можно есть без предварительного отваривания, можно делать с ним различные салаты, добавлять его в салаты к овощам и в другие различные блюда. Самое простое для ленивых – это просто помыть его, нарезать вместе с лучком, заправить растительным маслом и посолить. Аурикулярия уховидная растёт на древесине лиственных пород. Часто этот гриб можно встретить даже на тоненьких веточках. Расти он может круглый год, даже летом, если лето влажное и прохладное, но чаще его можно встретить в зимние оттепели. Этот гриб любит климат, где есть мягкие, тёплые зимы. Аурикулярия уховидная также является иммуномодулирующим или иммуностимулирующим грибом. Кроме того, этот гриб очень положительно влияет на желудочно-кишечный тракт. Поэтому этот гриб очень полезен для тех, кто сидит на различных диетах. На пятом месте гриб дрожалка оранжевая. Этот гриб растёт на древесине, в основном лиственных пород. Дрожалка оранжевая паразитирует на трутовике пинеофора. Пинеофора очень много видов, они могут различаться различными оттенками. Чаще пинеофора растёт на лиственных породах деревьев, но иногда некоторые виды могут расти и на хвойных. Частенько дрожалку оранжевую можно встретить вместе с этой пинеофорой на ветках. Пинеофора не всегда может плодоносить совместно с дрожалкой оранжевой. Дрожалка оранжевая – это такой желатинистый гриб. От светло-жёлтого до оранжевого оттенка – это абсолютно съедобный гриб, который можно также готовить без предварительного отваривания. В Китае из дрожалки оранжевой готовят холодные супы с лепестками лотоса. В народной медицине дрожалку оранжевую использовали при лечении кожных язв, просто втирая этот гриб в поражённое место, а также заваривали и полоскали горло при ангине и различных других простудных заболеваниях. Всех ещё раз с наступающим Новым Годом, всем удачной тихой охоты, пока! Субтитры создавал DimaTorzok